Привет, друзья! Это новый выпуск «Съедобный бизнес». Сегодня мы пишем в кафе «Грила». Одним из основных продуктов в кафе «Грила» является курица. Ребята запустили этот бизнес в UK в 2002 году, и на сегодняшний день уже насчитывается аж 7 точек. В UAE, здесь, в Эмиратах, в Пакистане и в UK. Почему курица? Да потому что курица, в принципе, продукт, который можно найти в любой стране, и его цена довольно невысокая, и это позволяет производить классный продукт за адекватные нормальные деньги. Основным конкурентом «Грила» является кафе «Нандос», которые в 1987 году открыли свое первое заведение, и на сегодняшний день насчитывают более тысячи точек по всему миру. Более чем в 30 странах. И знаете где? Даже на Фидже есть «Нандос». Вот так вот. Поэтому предприниматели открыли «Грила» и идут за этим конкурентом. Я думаю, что через несколько лет они тоже будут по всему миру. У ребят есть франшиза, поэтому оставляем линк ниже. Вы можете перейти, обратиться и в своем городе и в своей стране тоже открыть такого рода концепт. Субтитры сделал DimaTorzok Кафе «Грила» отличается от своих конкурентов тем, что они, по их словам, производят все из натуральных ингредиентов прямо у себя на локации. Это дает возможность получить более глубокий настоящий вкус без всяких добавок и ГМО. Давайте вместе посмотрим, как это все готовится и попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот уже нам приготовили несколько блюд. Мы заказали в лаваше курицу и бургер куриный. Все это маринуется в соусе пири-пири, который из португальского перца острого. И благодаря Нандос именно пири-пири соус уже ассоциируется со всеми куриными блюдами. Также хочу отметить, что ребята закупают курицу свежую из олейна. Там есть огромная олейнская ферма, которая производит, в принципе, для всех ресторанов и ритейл-магазинов свежую курочку. Вот так вот. Ну что, сейчас будем пробовать на вкус. Обожаю раскрывать все бутерброды. Ну что, пробуем. Первое, что я ощущаю, это такой очень копченый, интересный вкус. И пири-пири дает острое, легкое послевкусие. Но соблюден, на самом деле, баланс острого, соленого. Курица, правда, нежная, мягенькая. И я хочу сказать, что острота допустимая. То есть, оно не пекает небо. Я до сих пор чувствую вкус курицы и вкус этого лаваша. Отличное блюдо. Советую. Так, время бургера. Булочка, конечно, какая-то немножко примятая. На гриле, правда, приготовленная. Сама курица тоже в пири-пири. Ну, пробуем. Сейчас попробуем, что за соус дают нам. Чесночный майонез. Ну, скажу, что по вкусу продукты одинаковые. Курица маринованная тоже в пири-пири. Соответственно, тут остается выбор за вами. Что вам больше нравится, да, это бургер, это лаваш. Либо же просто отдельно курица. Вы берете на свой вкус, добираете сайдами. И наслаждаетесь своим быстрым ланчем. Мы находимся на Аль-Барше, это в минуте ходьбы от Mall of the Emirates. Поэтому советую перед шопингом, заряжайтесь курочкой и вперед. Так, ну вот нам принесли курочку, да. И с первого взгляда вам кажется, что это курочка из KFC, зажарена во фритюре. А нет, вот в чем фишка. Как нам рассказали, она готовится в пароконвектомате и запекается под высокой температурой, просто обжигая воздухом со всех сторон. Соответственно, ну, другими словами, в печи приготовленная курочка KFC, а точнее грила. Вот так вот, давай пробуем. Вообще не жирная. Панировка сухая. Она приготовлена в собственном соку, соответственно, очень сочная. Курочка мягенькая. Идеально просто. Вот единственное, не хватает соуса. Соус нам не дали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну так, вишенкой на торке будет целая курица в фирменном остром соусе. Ну, выглядит очень, кстати, аппетитно. Сейчас будем пробовать. Цены, кстати, очень адекватные. Очень много ребят на доставку заказывают. Кстати, я вот задал вопрос, сколько в среднем продают килограмм курицы в день. Мне сказали, что 300 килограмм. Вы можете себе представить 300 килограмм курицы в день? Это 9 тысяч, 9-10 тысяч килограмм курицы в месяц. И это только эта точка. Так что задумайтесь. Напоминаю, ниже ссылочка. Проходим, покупаем франшизу в свой город. А мы пробуем куриц. Безумно вкусно. Этот соус более насыщен, немножко острее. Ну, конечно, вкус жареного на гриле мяса придает вообще невероятного ощущения, баланса. Прямо аж слюнки текут. Ребята, я надеюсь, что вам нравится наш тип обзоров, где мы только кушаем, а вы только смотрите. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, чтобы знать, где нужно есть в Дубае и в мире. И до следующих выпусков. Пока. С вами был съедобный бизнес Андрей Сынко. Всем peace. Субтитры сделал DimaTorzok